что здрасте всем вы на канале героя мета и и мы сегодня солим был первый раз как говорится солирует солирует кто пришел пришел посмотреть на белых были на первый раз держите свечку да и пока вы держите свечку мы побыстренько устряпаем персонажа потому что мы сегодня играем в игру книгу игру что-то соло-шот под названием лабиринт игра роман сделана блажность когда когда у тебя есть лист персонажа который я еще переписываю у нас что-то принтер просто не захотел распечатывать не лист персонажа поэтому пришлось перерисовывать и здесь что-то очень серьезное потому что там и оснащение и золото и битва с чудовищами там все обсуждали тогда это серьезнее играть было создание здесь что-то даже плести даже делать но сначала во первых давай расскажи там что рассказывать первым делом да погадает там и выискивает правила которые он конечно же не изучил перед игрой которые мы будем изучать сейчас я расскажу вам о площадках на которых вы можете нас смотреть или созреть наблюдать за нами это твич на которой вы можете присутствовать с нами онлайн на наших стримах которые проводятся регулярно но если они там чуть-чуть переносится что-то с ними происходит мы опаздываем и так далее вы это можете найти в любых других соц сетях мы это все оповещаем естественно вот следить за все его канале не вырезанными моментами быть просто с нами но если вы по каким-то причинам не успели зайти к нам на стрим на твиче вы всегда можете посмотреть наши игры в записи непосредственно на youtube чеки вот там как раз у нас выходят хорошие качественные видеоролики с сопровождением всякими визуальными аудио эффектами прочим долгих компаниях вот и очень красивыми превьюшками поэтому залетайте туда ставьте лайки пишите комментарии мы все это видим все это читаем это заставляет нас двигаться все выше и выше и будет лучше и стараться для вас в пабликах в контакте в дискордике есть расписание выхода наших стримов и видео на ютубе вот так же есть мемчики возможность с вами пообщаться а еще у нас есть такая замечательная под в платформу которая называется бусти саша подписан на гости подпишись и ты саша здесь нет поэтому скажу об этом вам я на пусть у нас есть разные уровни подписок где вы за разную сумму денежек можете присутствовать с нами на играх косвенно вам могут проводить наши ведущие определенные шоты какие-то месячные также можете кидать на свои npc или закидывать каких-то персонажей на бусте шотов на которых вы выбираете сами во что мы будем играть и много-много всего а также у нас дискорде есть определенная группочка вкладочка папочка как она называется своя игра где вы можете закидывать свои вопросы у нас будет своя игра между другими каналами с nri вот поэтому если вы хотите чтобы у вас ваш вопрос попал туда задавайте желательно чтобы он был конечно но можно и абсолютно что угодно вплоть до размера китячих гениталий все так особенно как китячих гениталий актуален когда мы играем в зонах а у нас вообще-то на бусте новый же пищи то есть нас есть владимир кондратьев нас подписался и между прочим мистер хайт 13-96 за 800 рублей у нас спасибо что поддерживаете нас как и всем кто нас поддерживает тоже спасибо вы тоже теперь мы идем к тому для чего мы здесь сегодня собрались и так так сказал же лабиринт лабринт я цикл сальский не знаю кто это и жив до сих пор 93 ранее наверное уже давно нет книжка написана девяносто третьем вообще-то не родился девяносто третьем если он написал книжку в 93 мне значит он уже мертв в общем правила игры зачитаем вместе все три странички на новую запоминай ты говорила одна страничка три правила игры первое оснащение и признаки не вы герой одиночка ваши ваши в ваше оснащение входит меч щит заплечная сумка с запасами еды фонар двигаясь по стране подземелья вы будете находить золото также некоторые предметы в виде оружия помните что каждый вид оружия кроме меча может быть использован только в одной битве с одним чудовищем ой то есть меч у меня на постоянное остальное что подобрала только один раз так что все новинные предметы одноразового использования вы можете взять с собой одну бутылку эликсира выбрав один из трех ловкость выносливость и счастье его можно выпить в любой момент но только два раза за время предшествия я сейчас выбираю один либо ловкость либо выносливость и счастье с и могу выпить его два раза до вашими признаками являются ловкость выносливость в и счастье с перед спуском в подземелье установите начальный уровень ваших признаков бросая игральный кубик какой очи на к 6 один бросок означает один конкурент сделали простые подсчет 1 уровень ловкости это 1 к 6 плюс 6 6 6 6 12 уровень выносливости в это 2 к 6 плюс 12 уровень счастья с это 1 к 6 плюс 6 дальше уровень этих качеств лвс может поменяться во время путешествия нельзя превышать начального уровня это максимум дальше как проходит битва вам придется биться с чудовищами их признаки л и в определены в тексте вот варианты развития битвы обозначив а силу от атаки чудовища получим а равно 2 к так вот такой баре пока так вот где 2 к 6 плюс ловко сделать все элементарно дальше в вашей силы атаки получим 2 к 6 кидаешь плюс ловко добавлять все все форму 2 к 6 плюс плюс ловкость чтобы не атаку если а больше б ну чья атака больше кто-то получил тот выиграл второе получает ранение в этом случае отнимается 2 балла от от своей выносливости то есть каждая атака наносит 2 урона в следующем раунде уровень вашей выносливости будет на 2 балла меньше если а вы меньше б то чудовищ получает ранение в этом случае отнимите 2 балла ну короче ясно контест только нет защиты а просто друг другу по морде бью а если а равно б атака твоя равно а так и чудовищ то повторите пункт 1 2 то есть нечего короче ясно вы можете или будете вынуждены выполнять ссс смотрите не вечно свете повторение пунктов 1 4 может привести к тому что ваша выносливость и чудовище станет равна 0 это означает что гибель вы обязаны биться со встретившимся чудовищем если только текст не предусмотревать возможности бекста в битве похер бекста пока не убьешь если есть бекста ты об этом скажешь находясь в опасности вы можете спастись бегстым на только в том случае если в тексте д Being looked for you предусмотрено написано перевод если вы спасаетесь бегстым от то чудовище носит вам ранения поэтому отнимите 2 балла короче просто провокировать на так отвора 2 удара по же время перед битвой или в ходе ее можете что и бегстве перед beat или входе и можете если это предписано в тексте использовать SSS описанным ниже в способах сейчас узнаем, что это за загадочный SSS итак, счастье вообще я понимаю, что эти счастья подразумеваются удачей не просто тупо счастье не то, что ты радуешься, что идешь в подземелье, а это удача твоя минимум перевод такой во время его путешествия по указанию в тексте вы можете использовать себя испытать себя на везении в счастье перевод делается это следующим образом бросите 2К6 если результат на обоих кубах равный или меньше по сравнению с действующим уровнем счастья, то вы поддаетесь счастливый поддаете счастливый шанс это либо польский херовый либо переводчик болел если результат больше, то не получаете ну короче, здесь как в Зои Виктул где есть уровень удачи ты должна попасть в этот уровень, делать равным или ниже все но, если здесь так же, как в предыдущих играх, что мы играли с пацанами то вообще твоя удача будет тратиться счастье эта операция называется создание своего счастья а вот что такое SSS создание своего счастья после каждого SSS, независимо от результата, необходимо отнять 1 балл до уровня счастья да, каждый раз, когда ты используешь удачу, независимо, когда ты ее используешь минус одна удача твоя да, трэш SSS необходимо производить там, где это предусмотрено в тексте и можно так же во время битвы во время битвы SSS производится в ответственный момент и его результат относится только к данной битве и только к данному опасному случаю вот как выглядит, влияет на исход битвы SSS первое, вы наносите урану чудовищу, если получаете счастье, то отнимать дополнительно 2 балла от выносливо из чудовища а, короче, это очень тупо переведено я объясню ты можешь тратить во время битвы свою удачу, чтобы наносить больше урона ты делаешь проверку, то есть говоришь, заявляешь, я собираюсь проверку удачи сделать во время битвы если ты бросаешь кубасы, если ты попадаешь в свой уровень удачи, то ты наносишь у чудовища не 2 урона, а 4 в 2 раза больше, но если ты проваливаешь удачи, то наносишь ему всего 1 урон либо в 2 раза больше, либо в 2 раза меньше хорошо также, если тебя бьет ебака, ты можешь снизить, делать проверку удачи и снизить наносимый урон на 1 то есть он наносит тебе 1 урон, а всего 2 да, бим я снижаю или до 1 я снижаю? он тебе наносит 1 урон должен наносить 2, но он наносит 1, если ты прошла проверку удачи они не могут так увеличивать? если не прошла проверку удачи, тогда он отнимает 3 урона у тебя ооо, хорошо повышение уровня признаков, блин во время предшествий из-за разных приключений и битв меняется уровень ваших признаков ловкость меняется немного волшебное оружие повышает ловкость, эликсир и ловкость восстанавливают начальный уровень выносливость постоянно меняется каждое подкрепление пищи пищей всего их 8, у тебя 8 запасов филин добавляет 4 балла хп-шки, выносливость эликсир выносливости возвращает начальный уровень счастье и удачное приключение добавляет 2 баллы эликсир счастья возвращает начальный уровень и даже может превышать его на 1 балл кроме этого случая несчастье, невыносливость, неловкость не могут превышать свой начальный уровень запас пищи В заплечном мешке у вас запасы пищи, которых хватит на 8 приемов. Подкрепляться едой можно только тогда, когда это будет усмотрено в тексте. За один раз можно съесть только одну порцию, после этого вы прибавляете 4 балла к своей выносливости. И последнее. Запись. Вы должны постоянно проводить запись начального текущего уровня своих признаков. Оснащение, запасы еды. Короче, говорит, записывай, что происходит. Ну и все. Видишь, ты понял. А, цель путешествия. Да, для чего это? Написано путешествия. Путешествия. Нет, здесь написано путешнупствия. Путешнупствия. Видимо, с польского не переводили. Вашей целью является достижение сокровища. Вы будете путешествовать по лабиринтам подземных ходов, заходить в пещеры, в которых обитают разные существа, встретитесь с различными неожиданностями, вы попадете в различные ловушки. Поиск правильной дороги и отдаление чудовищ не будет легким. Возможно, вы будете вынуждены предпринять несколько экспедиций, прежде чем сможете... Короче. Че я это читаю? Найти сокровищ, что я знаю. Хорошо. Капитан. Подготовить путевую карту, твой чарник, заполнить список оснащения, выбрать себе один эликсир, бросай кубик, начальный уровень признаков, ты это сделала, заготовить лист бумаги для учерчивания лабиринта. Учерчивания лабиринта. Учерисовать лабиринт. Загадай себе лист. Вот ты смял вот эти все неудавшиеся, а сейчас был бы... что-то на польском сейчас было. Ну, мы на польском сегодня играем, на польском я не разговариваю. Давай. Ляськи, Масяськи, а где это хоть что-то? Где листы вот эти все? Все поубирали. Ну ладно, здесь я где-нибудь начерчу, просто... ну ладно. Ну ты пиздлява, хлопчик. Ну ты... Давай, оттай. Давай, я буду музыку с ДНД изгрузок, почему нет? Поехали. Готово? А-а-а! Капитан, подождите! А можешь подать листочек конь? Ага, откуда у него это? И давай спринтер. Господи! Я из спринтера сорвала. Эти плуты обоссанные. Из спринтера воруют. Я сорвала. Отлично. Готово? Да. Тогда поехали. Итак. Это о тебе говорят, что в венах течет ледяная кровь, а мускулы крепче стали. Если это так, то проснись в стране заходящего солнца. Там, на границе королевства Алманхагор, начинается страна подземных жителей. И только ты можешь узнать их великую тайну, скрытую в хитроумных лабиринтах. Дерзай! В путь! Иду в путь! Собираю свои манатки и иду. Я включу музыку. Пускай будет храм. Вход в подземелье широкий. Он зарос буйными травами. Поправь свои доспехи и заплечный мешок. Зажги фонарь. Заходи. Подземный вход. Он высокий. Тебе не придется сгибаться. Направляйся к северу. Вскоре дойдешь до перекрестка. Он имеет форму буквы Т. Ответвления ведут на запад и восток и юг. Отсюда начало. Перевод просто... Еще раз. Как гугл переводил. Вход широкий. Буквой Т. Буквой Т. Дошли. Налево-направо. Налево-направо. На камне сидит старый человек. Он советует тебе идите на запад, а потом после нескольких поворотов свернуть направо. Ты можешь пойти на запад, как советовал дядь, или выберешь другой путь на восток. Иди на запад, сынок! Иду на запад. Иду на запад. Веришь деду? А почему нет? Напомню, на всякий случай, у тебя есть одна запасная жизнь. У нас было много правил в прошлые разы, в прошлые наши сезоны соло-шотов. Но сейчас у нас осталось одно правило, это одна жизнь. У нас была система сохранения, можно было на какой-то определенный момент сохраниться, чтобы начинать не с самого начала, но мы в любом случае. Просто и время от времени записывай себе, или говори мне, что давай я сохраню здесь, чтобы, я тебе сказал, номер параграфа, на котором мы остановились, чтобы если ты вдруг сдох, можно было вернуться к этому парагру. Убедил. Идем назад. Да. Вскоре доходишь до дверей в южной стене коридора. В южной. Ни хераси. А, если не открыт, это один вариант, если закрыт, это другой вариант. Дело в том, что если через эти двери ты еще не проходил, то они закрыты. Получается, они закрыты. Можешь попробовать открыть двери. Но, здесь как будто какое-то продолжение. Ну, обычно тогда первый вариант здесь открываешь один вариант, если не хочешь, второй вариант. Ну, он сказал, надо попробовать зайти, я попробую. Дед же не зря сидит на камне. Ну, конечно. Попробуй открыть. Подумаешь, дед сидит на камне в лабиринте в полной комнате. Открываем. Да. Открываем. Толкнув дверь, приоткрываешь. За ней открывается темная бездна. Заходишь, освещая перед собой дорогу. Под ногами чувствуются камни. От противоположного конца комнаты доносится негромкий храм. Ты смелый человек. Двигайся в том направлении. Перевод, блядь. Это спит орк. Грог! Дружище. Он полный. Около него лежит какая-то коробочка. Если хочешь украдкой забрать коробочку, тогда один вариант. Если я решил сначала прикончить орка, это второй вариант. Коробочку возьму. Украдка. Не будешь шоу. Украдка. Я плут. Я вон. Я оттуда ворую все. Окей. Ты споткнулся о камне. Тебя даже выбрать. Меч брякнул на скалу. Орк поднял голову. Он тебя заметил. Приступай к битве. Что, блин? Надо было его убить. Сука. Давай. Отбегай в угол пещеры. Камни покатились под ногами. Орк приготовился атаковать. Ты должен биться. Значит, у орка шесть ловкостей и четыре жизни всего. Четыре. Давай. Говорит орк. Кидаем кубасы. Добавляем. 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 Плюс ловкость. Добавляем. 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 Ха! Ну и за троой части. На орком. На орком. Гела в две за минуты. Я замаркнулся直чим. Она такая... БЛААААА! МО험 СУНДУК, БЛЛАТЬ. Я бью ему по пузу. Моё пуза. И снова второй удар. У него минус две жизни осталось две. Один удар четыре т�рики, давай, у меня 13. Девять плюс 12. Добавляем. Добавляем. Я вижу, что у него ПУЗЯКА содрогнулась. Между его�жировых складочек открылись и ребрышки. Я беру свой меч и втыкаю ему в ребра по самую груди, но по самую гарду в меч. Говорит Орк, и оседает на день. После боя можешь оглядеться вокруг, если охота, конечно. Конечно, я за сумдоку вам пришла, споткнулась. Остреем меча приподнимаешь крышку коробки. В ней лежат три куска золота. Можешь их взять? Запиши себе. Беру, конечно. Оглянись вокруг. Вдруг послышался какой-то голос. Блин, это гугл-переводчик переводил, а не понимаешь, что это такое. Вдруг послышался какой-то голос. Я буду читать, как оно написано. Задумка автора, может быть, такая. Оглянись вокруг. Оглянись вокруг. Вдруг послышался какой-то голос. Собирай быстрее свои доспехи и беги из комнаты дверь. Оставь открытыми. Дверь оставь открытыми. Это один вариант. А, нет, это не вариант, просто бежишь. Прибавь себе два балла счастья. Ну, не превышай его начальный уровень. Ха-ха. Она на блатране. Я говорил. Нет. Короче, схватила, побежала. Подлец. Иди на запад. Коридор проворачивает направо и теперь ведет на север. И вот теперь перед тобой перекресток. Вот перед тобой перекресток, блядь. Еще я херово читаю. Приближаешься к перекрестку. Можешь идти по любому из четырех направлений. На запад, на север, на юг и на остров. Ты там высчитываешь, куда нашла. Вот здесь был орк. Только очень странно. Чел сказал, типа, иди на запад. А потом несколько раз сверни направо. Но в итоге мы оказались на юг. То есть свернули налево к орку. Очень странно. У тебя нет карты? Тогда карты их вырисуем. Могу пойти назад, могу пойти влево, вправо, вперед. Давай пойдем налево. Лево это куда? Запад, восток. Запад. Запад. Север, юг, запад, восток. Только налево. Дойди до перекрестка. Он ответвляется дорогами на запад, на север, на юг. Еще? Ну так вот чуть ли. Еще на север. На запад, на север, на юг. То есть еще одна тэшка получается. Не тэшка. Хэ. Иду еще на запад. А нет, иду на юг. На юг. Корректор идет на юг. Затем поворачивает на восток. А вот и перекресток. Приближаешься к перекрестку. Можешь идти по любому из четырех направлений. На запад, на север. Мы как-то играли с Женей в игру, где он в городе будущего гонялся за кем-то там. А там были тоже везде перекрестки, и мы постоянно вовремяшли на запад. И полтора часа только полетали на запад. И не могли выбраться из этого лада. Мне кажется, это примерно то же самое. Так, я бы пришла на юг, на север, на запад, на север, на юг. Давай... На запад. Что, блин, с тобой? Дорога, хочешь на перекрестку, он, правда, отвертляется дорогой на запад, на север, на юг. Опять? Да! Ты круг сделала. Ты вернула на туру поезде. Отлично. Пойдем на... Пойдем на запад. На запад. Короткие тоннели ведет в какое-то помещение. А как я сделала? Если ты там уже была, то это одно, если нет, то другое. Ты там не была. Наверное. Я не знаю. Наверное, нет. Проход остался открыт. В комнату нет никаких дверей. Иди смело. Привет! Непонятно, кто и откуда приветствует. Привет, смельчак! В углу комнаты сидело небольшое морщинство. Пить хочешь? Вот принес себе воды. Хорошая холодная вода. Пальчики обриваешь. Посреди комнаты находился каменный фонтан. В воде стояли фигурки каких-то невиданных существ. Из дырки вытекала струйка воды. Это удивительный фонтан. На дне лежат разные дивные вещи, камушки. Существо подняло с земли около себя несколько камешков и бросило в воду. Это настоящее сокровище. Хочешь попробовать воду? Это хорошая холодная вода. Ты стоишь как вкопанный. Этот морщинистый малый задал задачу. Решайся. Если идешь к воде, то варен вариант. Если идешь к двери, то варен вариант. А где вариант? Добрайся, не дочери. Либо к воде, либо до выхода. Другому не надо. Я доверчивая. Пойдем к воде. Буду пить. Пить. Хорошо. Направляясь в сторону фонтана. Набери воды, если есть емкость. А у тебя нет ни хрена. Теперь ты владеешь колдовством. А у тебя нет ни хрена. А есть емкость? Я не буду считать, что это дает. У меня есть моя ладошка. Нет. Я попью. Нет. Да ты столько. Все. Идти куда идешь. Иди туда, куда идешь. На запад, на север, на юг. Пойдем на север. Я уже сбила здесь. Север, там 2, 2, 8. Коридор идет на север и поворачивает на восток. Перед тобой перекресток. Поворачивает на восток. А я до перекрестка, коридор расходится на все четыре стороны. Да еб ты. Запад, север, юг, восток. На запад. Ну еб ты. Коридор убегает на запад и поворачивает на юг. На юг. Вот и опять тот же перекресток, блядь, на котором ты была. Вернемся назад. Камера у нас назад. Никак. Все? Игра закончится? Запад, север, юг. На юг. На юг. Коридор идет на юг, вот здесь поворачивает на восток. И вот перекресток. На север. На север. Мимо упавшего камня пройти очень трудно. Лучше проходи прямо на север. И говорит тебе игра. И ты такая топ-топ-топ. И тут смотри, коридор расходится на все четыре стороны. И, блядь, это, обстановлено, это проклятие. Ну давай, куда? На север. На север. Короткий пудель ведет к разбитым старым дверям. Если за ними ты еще не обидел, можешь войти. Или можно повернуть назад. Мы не обидел. Заходим? Ух, много букв, наконец-то. Двери под нажимом открылись. Тот час из-за них повалило смрадом и дымом. Тусклом в свете лампадки, стоящей на лавке, видны какие-то растения, которыми обросло все помещение. Изнутри комната напоминает щетку. Да, это кости. У тебя на лице заметна гримаса отвращения и мерзения. А ты чего тут ожидал? Ароматных цветов? Танцующих эльф? Приятной музыки? Вообще-то да. Это, брат, подземелья, царство зла. И потому ты здесь. Ты должен заполучить их таинство. Быстро разминать свои кости. А сейчас... Слышишь эти тихие шаги? Вот они уже громче. О! Король Алманхагор! Эти звуки могут привести в оцепенение. Вот уже не слышно шагов. Только пронзительное шипение вырывается из чьих-то ноздрей. В дверях стоит Огре. Огре. Огре стоит в дверях. Молненосно выхватывай меч. А вопрись со стену. Огре. Вбегать в пещеру. О! Фиона! Но не нападает на тебя. Он бежит в противоположной стене, раскинув в стороны свои лапы. Он как будто что-то прячет за спиной. Ощерившиеся зубы. Размахивает вырванные из глиняного пола костью. Его глаза охвачены ужасом. Теперь твой ход. Медленно, не задевая ногами заразные мерзости, иди на чудовище. Битва! Чувствую. Да как йода. Чущайся до йодой. Эй, длина, мне. Сиди, давай, ногами, раз, где мертвец, иди на чудовище. Битва. На чудовища иди. Огре. 8 ловкости и 10 жизней. Это мушительно. Огре такая, бля! На! Ну, у меня 16. А ловкость меняется же каждый раз, ты говорил, нет? Нет. С каждым уровнем, и вот этой всей фигней. Там тебе помоняет меч меня, короче, не забывая сees и нет. Ээээ, 22! Ну... Бей! Что, Огрю? Бью его своим мечом... большим алмазным мечом. Берёшь его по ляжке, и он такой, блядь, я Огре. А кто ты такой давно? Я осёл. 14. 21. Бей по Огрю, может удач тратить, не забывай. Потрачу одну удач. О, ты кидаешь проверку удачи. Я должна попасть в меньше или... Равно. Я попала в меньше. Тогда нам начнешь 4 урона. БАААА! У меня уменьшается. Мощнейший удар по жопе Огрей. Взрывает и ему вторую промежность в жопе. Он такой НЕЕЕТ! Это моё болуда. У меня 18! Уй. Бей. Он такой ярость начинает мотать свою дубинкой костяной. Не попадает по тебе дубинку, будешь ловко вырочиться, завтра его вторая жопа тебе сейчас зарачивается. прямо у тебя на лице трепещет прям трепещет давай у меня всего лишь 12 у меня 15 ну бей если хочешь может ты не забывай удачи вычитать если что то есть и пою зала до 4 я деликатно вытаскиваю у меня 17 убивая давай добивай несчастного я бью по руке у него вылетает дубинка бил по колену он падает на колени я одним сильным взмахом срезаем голову она ткану это в сторону и огре что это бести тут закрывала потрогай стену в том самом месте где волосатый огре опирался спину оказывается отстранилась это тайник в нем длинный канат с крюком можно писать канат с крюком это в снарягу пустая замшелая бутылка а все поздно и скальп волкодава можно взять не более двух вещей а не более двух вещей длинный канат с крюком пустая там шила бутылка или скальп волкодава как будто бы скальп волкодава звучит как самая неактуальность а вдруг пригодится не знаю даже огре не ожидал не ждал этот огре хотел себе защитить я возьму скальп волкодава и канатскую как и жопу ваши бутылки будут я не вернусь пока ты занималась этими делами в мешок оставлены на лавке пробралась мышь ты же поела одну порцию сесно да пачек отбарь из баллов провизии это не за смелость получаешь плюс 4 в ну тут небольшой максимум плюс 1л больше максимум и плюс 1с о 1 и потратил один получил один а я до перекрестка расходится на все четыре стороны я уже потеряла какому перекрестки поэтому на север на север кратко мерзит рубитым дверям ты уже там была я туда пришла до уходим идем на юг идем на юг от заваленного камня коридора и камня коридора иди и от заваленного камня коридора камнями коридора иди и все время забыть запад-восток какой стих серёга о чем говоришь там же написала что-то стихи должен был увидеть он написал в dnd стишок про кейлер да ну альбом пойдет очаровательно ну чё на юг на юг через несколько шагов коридор поворачивает на восток иди дальше в южной стене коридора найди двери если они открыты одно если закрыты другую понимаю не открыты что здесь все открыто в этой вновь проходи через комнату в сумке орка которую ты еще не заметил лежит ключ на нем выгравер на число 45 можешь взять его себе пиши ключ в свой список оснащения вместе вместе с его номером выходи из комнаты через открытые двери возьму конечно иди назад коридор поворачивает направо и теперь ведет на север и вот перед тобой на восток и коридор очень узкий у потолка на качается едва держась камень он может любой момент сорваться делай удачу да я попала если вы было все в порядке все в порядке не сорвался я даже не упал ты движешься к перекрестку можете на север на восток и на запад на 7 а если получается стой я двигаюсь на на север на север только десять шагов осталось до деревянной двери если ты был уже уже был за ним не знаю мы не были в ней короче если хочешь посмотреть что за ними находится мы хотим смотреть эти двери открылись сами жуткий толстый субъект появляется дороге другой конец пещеры где перед округлым столом сидят 5 еще таких же толстяков это лучшие игроки во всем лабиринте ты приглядываешься к ним но никак не может засчитать 5 считаешь 123 а тут уже нет первого ты начинаешь сначала 1234 и снова что-то не так где 3 еще сейчас что-ли толстяк заметил твое смятение и загогатал даже свод пещеры затрясться перед ним стоят жестяная кружка декоративная ваза и бидончик с каким-то напитком начинай еще раз один два три четыре и снова то же самое досчитал до четырех а их уже сидит двое хватит доставай меч смотри на толстяков только что один исчез и появился снова как его прикончить выбери одного по видимому пятого чего выбери одного по видимому пятого бросай один кубик если выпал один два три четыре или шесть это означает что когда твой меч зависит над его головой он исчез если выпал опять то ты его прикончил 3 делать три такие попытки еще для милый брат оставь их в покое послушай совет если да послушаешься совет нет это типа уйти нет это это типа да если нет то тогда сверху не бьешь в лицо рапиры это мне милый брат говорит оставь их пока я не знаю это польский я не понимаю по-польски слушайся совет я доверчивая послушаю хозяин угощает тебя напитком которая стоит на столе ты можешь отказаться выпить 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 вылить его в баночку если такая есть у тебя и кладешь свой заблесни мешок посмотри на толстяка за столом да некоторые исчезают другие появляются к счастью еще с хозяин а ты уже знаешь в чем дело это эликсир невидимости у тебя теперь преимущество толстяки не видят тебя можете переносить еще на каждого толстяка двукратные просто имеешь шанс получить нужную цифру займись двумя толстяками закончишь 7 плюс 12 нет нет нужно 5 чтобы выпало ну как это было ты пятерку убрасываешь наш успех один за три четыре него мало 6 а то есть я по одному кубу кидаю короче кидаешь два кубика с преимуществом грубо говоря кидаешь поэтому кидаешь два куба сидите на одну хотя должен быть выпить и выпить пятерка ты охотишься на каждого из них то есть первого ты не попал давай дальше следующего нету 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 и последний есть два за одного за заметка попадания в каждом толстяка получаешь 5 кусков золота то есть 5 кусков золота получаешь 1 завалил и спадает это просто у вас плавается в жиру быстро выходи из комнаты два выхода тот через который ты вошел и другой на восточной стене другой на восточной стене коридор ведет на восток но вскоре заворачивает на север иди туда чтобы потом опять повернуть на восток отсчитай от поворота 23 шага и коридор закончился ты уже здесь был не будешь ли поискать тайных хочу сделай проверку удач да ё у меня всего два не забываешь вычитать каждый раз каждый раз на используешь а я же не использовала ее больше ты до этого один раз вычла дай сейчас удачу использую вася каждый раз когда ты удачи ты постоянно читаешь из нее единичку так я сейчас прохожу проверку удачи они использовали важно она все равно вычитать на любом случае прошла хорошо тогда это 3 3 была один раз восстановилась вот стена закрывающий коридор падает немедленно беги через образовавшийся проход и на добой стена сразу восстанавливается можете на север или на юг север дойдешь до перекрестка он имеет формы буквы т но шики на север на восток и на юг на север на восток на высок по короткому узкому коридору дойдет двери широко раскрой хочешь посмотреть что за ними ты сам это захотел стены сидят два мерзких упыря такая встреча может закончиться только битвы сначала с одним а потом с другим и так упырь один у него 5 ловкости и 3 выносливости давай у меня 13 плюс 4 17 хочешь его ланшу не заблазняй меня нет и ну всего два я упырь этого мало чтобы убить меня говорит он да пронзит тебя свет 15 добивай первого упыря несчастного да пронзит тебя свет и я своим мечом в бочину я еще не добрался до тебя я бы такая меч из бочины его брата я тебе не пощажу у меня 19 его тщедушная уродливая тушка падает на пол очень с грустным выражением лица я положу их вместе пускай не за ручки держит то можно пройти через комнату дальше или пуститься в бегство от кого бежать в этой комнате есть много ценного чтобы там открыть чтобы там оказаться надо в четырех бросках одним кубиком набрать 18 очков или сделать проверку до 49 это 9 10 ну а 8 одни кубик сера я проверку удачи а это ровно 6 я я вычитаю сейчас удачи езда подними большой камень лежащий у стены чтобы его поднять у тебя должно быть текущего насливости не менее 18 19 под камнем было спрятано огненное ядро можешь его взять прибать себе три балла счастье и огненное ядро можно забрать что делать огненное ядро просто только один выход тот через который ты вошел выходи в коридор и так у тебя на север на восток и на юг на север на восток и на юг с востока я пришла на север на север на север прибавь его себе вставай вставай и теперь на север восток и лью пришло время принимать мужские решения на север на север другой коридор ведет на север потом сгибается другой на запад и затем неожиданно меняет направление на север кончается он очень узким выходом через которое видно огненная заря сейчас много-много-много-много-много-много букв одна нога другая нога теперь глубокий вдох вот голова теперь уже ты весь целиком выбираешься из скального грота ты падаешь на плоский каменный пол на голову падают все твои доспехи которые так долго собирал о великий алманхагор если бы ты видел в этом гроте уместился бы весь твой замок вместе со своими башнями все во все вокруг в пурпурном цвете в блеске каменной мостовой чувствуешь себя крохотный муравьишек я все это видел зачем я это видел мой фонарь может осветить только маленькую пещеру на милость зарганы моей богине горит огонь прекрасный зеркальный пол посередине разделяется глубоким рвом там в пучине глубины под глубинный поток везде тихо и спокойно заслонив рукой глаза заглядываешь в бездну глубь пылает хорум отец каким я был наивным когда думал что достаточно прикрепить ремнем к поясу меч собрать сухари и броситься в коридоры в поисках тайны подземных победателей возвращайся под стены грота глотни заколдованной воды прибавь 3 балла выносливости 3 балла ловкость у тебя ее нет осмотри грот что произошло осмотри грот тебе надо переправиться через то дьявольское ущелье это единственная дорога короче как я понимаю перед тобой большая такая дыра в полу там внизу лав идем и перелезть через таком в противоположном конце пещеры виден какой-то мостик о это уже маленькая надежда собирай свои доспехи если у тебя есть веревка с крюком твои шансы сильно возрастают есть это придает смелости вставай еще раз смотри к яме теперь отсюда она не кажется такой широкой как прежде и огонь как бы снег это очень впечатляет простор просветленность и тишина но кажется обманчивым кто там поет откуда-то из удаленных уголков огромной пещеры доносится низкий голос видно как из-за скал появляется толстое тело зелено-желтую полоску с красным гребнем из пилообразных зубцов вдоль всего хребта это смок он смок это может быть дракон смок который из хоббита помнишь рассказы о сумасшедшем смоке который крал некоторых жителей подземелья это именно он смело иди навстречу смоку подойти к стене на ней табличка с надписью смок транспортное переправа через училие культурное обслуживание за 10 кусков золота сколько 10 постой подумай какое тебе принять решение у тебя 4 возможности первое воспользоваться этим транспортом попытаться перебросить веревку с крюком если такая есть и перебраться по нету сторону попытаться третье рискнуть прогуляться по мосту и четвертое попытается сделать большой пророк изо всей своей силы у меня есть канат с крюком не зря же я убрала вместо пустой бутылки и скальпу я такая вынь из заплечного мешка веревку вынула к ней привязан крюк подойди к краю сильным броском бросай его между камней на противоположной вере зацепилась привязывай другой конец веревки и не знаю смогу тебе придется перебраться на руках пожалуй вдруг это на канале на канале на канале на канале на канале на канале крюк проскользнул ты сильно ударился о скалу отбавь две выносливость выносливость нахер я его подбирала я не знаю может любой другой способ перевернуться в ту сторону щелины можешь снова попробовать с веревкой если хочешь помни что веревка уже останется здесь независимо от того переберешься ты через пропасть или нет я буду пробовать до последнего будешь пробовать веревкой это не один и тот же вариант будет это и все пойму зацепись веревкой и иди по ней в этот раз не на руках на дне расщелины полыхает море огня если у тебя очень тревожно на дне расщелины полыхает море огня если у тебя есть напиток невидимости а у тебя его нет я его выпила огонь не причинит тебе вреда да ёпты но напиток быстро перестает действовать поэтому торопись на другой берег если у тебя нет напитка море огня тебя свалит с веревчат что с тобой узнаем сейчас расходуешь 1 балл выносливости да делаешь проверку с СССР ты плохо ровно прошла если вы в полосе летучая мышь тебя поймала но за помощь требует золото ты меркантильная тварь не чего если обещаешь ей 10 кусков золота то выходи на берег с которого пойдет дальше если счастье не выпало это не наш вариант а хера себе если тебе не выпало часть на теперь что а что делать если все а что делать ну мышь обещать 10 кусков золота ты оказывается на другом берегу а обещаешь еще 10 кусков золота да 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 знаешь как выглядит все 10 кусков золота они обычно так вот растягиваются между ночью расщельными с крюком такая это чисто кусок золота смотри все 10 минут зашит вообще берем дальше что чего да страшно после приземления тварь требует от тебя все золото можешь ответить что отдашь столько золота сколько просит если же ничего не отдаешь что другой вариант у меня нет 10 значит ничего не отдаешь а говорит если ты на том берегу с которого начал пришествие только чем мышка твоему появлению уже улетел ну нет она же не получается перенесла на другой нет попробуй другой способ оказаться короче он смотрит пошел ты улетает у тебя можешь а ну я не знаю как у берега на тебе перенесла а куда я принесла я прослушал давай перенесла чтобы честно туда же где где начинал начинал потому что денег ты не дала говорит ты что мышь да большая и улетает она меня взяла и подняла и обратно перенесла другие три варианта я не помню какие цифры какая из них так что здесь не пересказывается что что значит там был мужик смок 35-74-110 вот выбирай что хочешь там был смок мог попробовать перепрыгнуть и по мостику пройти и прыгать только что за что отвечает в этих вариантов я не знаю первый был смок второй был мост и третий перепрыгнуть по моему да выбирай 35-74-110 подходит деревянные брусья скрипят под каждым шагом вдруг один из них вываливается и падает с грохотом в провасть а что с тобой проверенная кубиках бросай 1к 1к не косарик не нужно 1к 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 4 если выпало если выпало 1 или 2 теряешь одну выносливость идешь дальше мост идет круче видно что в самом самой верхней точке зияет огромная дыра да есть только один способ как перебраться через нее но для этого нужно сеть если она у тебя есть остается только поворачивать назад и убегать я не перейду это выгляж на мужчине 35, 269 или 110 я не знаю что за что я думаю 35 это подойти к смогу 269 это вернуться куда-то назад а чтобы там следующей мыши или с веревкой и 110 это скорее всего прыгнуть давай 110 если у тебя сохранилась достаточная сил можешь попробовать перепрыгнуть ращельно перед этим можешь перекусить порции еды хочу хавай мой хав для прыжка необходимо иметь не менее 18 в и 9 л все так прыжок стоит 3 л и половину имеющихся баллов в винго это все у меня уходит вот так да 3 ловкости и половина выносливость а я могу отказаться от этого нет что да да минус 3 лвк и минус кукол половину ловкости да минус 3 ловкости и половина выносливости девятнадцать по полу ну девять оставить 10 10 итак делай длинный разбег и просеку 5 если выпало 3 от 3 до 6 прыжок оказался удачным и теперь ты на другом берегу чуть живой ты лежишь на скале неожиданно у нее силов стиши жизни давайте бьешь учетом делать беру свой мяч руба и по одному я могу летать на поле дельта план 14 не может это сейчас 9 плюс 5 14 6 20 хорошо может не нанести фатальный удар говорит чем мышь накиделась на тебя не 15 15 плюс 21 я отрубила и два крыла я даже не мечом я просто наступаю ты находишься на другом краю пропасть у тебя три пути один ведет на запад другой ведет на северо-запад и 3 на северо-северо-северо-запад типа они вот наверное на запад на северо-запад на северо-северо-запад какой будет путь ты убираешь когда еще в своей жизни мы сходим на северо-северо-запад пойдем на северо-северо-запад короткий коридор ведет к дверям не входи в эту комнату если не имеешь хотя бы одного из следующих предметов жестяной бабочки деревянного кола изумруда который был даром крыльев чё-то не хватает тогда как не жаль ты до нее ты должен вернуться туда откуда пришел так как находишься на другом конце пропасть по дороге ни с кем не не бейся ничего не покупай ничего не бери ты должен попробовать найти другой северо-запад на запад-северо-запад как я так ушла с северо-северо-запада не вернулась обратно на северо-запад на северо-запад короткий проход ведет на север потом поворачивает на запад а вот оказался перед новым помещением нет дверей добрый день прошу прощения доброй ночи чем могу служить орк указывает на место перед перед столом и сам садится у тебя есть золото есть если я бы хотел что-то такое я бы хотел что-то такое что возвращает силу твой покорный слуга если только в деревянный кол и банка если только деревянный кол и банка едкой пыли отвечает а это я что ты из них возвращает тебе у меня этого нет тут есть чудо есть действенное средство для инженера сейчас посмотрим что тут у нас вот деревянный кол и банка ядовитая пыль предлагать может у тебя на складе что-нибудь мне в подарок а как же нет у нас всегда что-нибудь приготовлено для такого случая есть очаровательный деревянный кол и стеклянная банка с ядовитой пылью запаковать или ленточкой перевязать так что берешь и ты берешь деревянный кол и банка еды пыли может лучше все-таки так что берешь этот деревянный кол и банка ядовитой пыль может лучше таки взять если это мысли по душе то это не на сне берешь коробка колбле и банки давиды взять или не взять берем колбанку ядовитой пыль сколько стоит просишь ты у него пустя 15 кусков золота закал и 10 за банку ядовитой пыли покупать не швыряю него нет получается выходи из комнаты через северную дверь да ёпты узкий нуннель ведет на север через несколько шагов уворачивает на восток и кончается дверями не входи туда если у тебя нет деревянного колба и прочих залопов а вот вернуться короче ничего не покупаем и так у нас осталось только один ход проходи несколько десятков шагов и увидишь что коридор поворачивает на север слышен какой-то рок приложи ухо к восточной стене да кто-то смеет хочешь поискать танику нет ничего не находишь где на север со временем коридор поворачивает на восток через 50 шагов вновь слышен странный шум смех и подписки в нем если хочешь исследовать есть ли в южной стене тайные двери от один вариант если решишь идти дальше другой вариант я понял опять никак не найти свободный проход перекресток имеет форму буквы т еще несколько шагов и коридор поворачивает на юг потом опять меняет направление и идет на запад доходи до толстых дверей и открывай наглядывайся со временем все пример я ничего не понимаю уже полтора часа в той комнате прячется знает что ты здесь делай несколько прыжков в темноту за выступом скалы заметно светлое пятно тихонько тяни за мечом еще несколько шагов еще несколько шагов теперь уже видно два пятна послышался грохот из-за скалы выскакивает он сумраке света пробивающегося исхода пещеры видны только белые клыки и зеленые глаза молниеносно выхватывать свой меч ты делаешь взмах и неподвижно застываешь зеленые глаза парализуют твое тело минус 90 но это только на мгновение огромным усилием воли с нечеловеческим напряжением передвинуть ноги начать двигаться нападай на него с мечом проверка удачи 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 спасибо сейчас прошу прощения нет не выпало волкодав снова парализует взглядом и выбивает из рук меч от ими один балл уносливость однако ты быстро приходишь в себя и атакуешь его и вот другим оружием если его нет меч не очень хорошее оружие против волкодава если у тебя что то есть из вы вымененных предметов можешь использовать их в битве например кость скелета убитого чудовища молот гномов металлический щит к этому моменту могла все это найти оказывается сеть связка ключей если нет ничего этого спасать и бегать тела у меня еще изначально металлический щит но он же есть на решение изначально меч и завлеченная сумка фонарь и так далее давай чё вы бить его металлическим щитом чё чё изо всех сил бросай щит наверх обломки камней валятся на чудовище а я отними его ловкости два балла и бейся это ты думаешь это был не точить что нужно я учил минус у него короче ловкость это пять и шесть и у меня в сумме птица тринадцать у меня четырнадцать и бакова волкалака у меня опять снова 13 20 я им переворачиваю щита стрием считаю по башке я еще раз как капитан америка просто его сверху не показываю вознемождение садишься под скалу можешь перекусить порции только успеваешь да есть как в пещеру валивается три злые дня которые значительно слабее волкодава на 100 их трое считает как один бейся и того у трех злые дни 8 ловкости и 7 выносливость нихера и они строим кидаются для тебя у меня первые 14 нет вру нас попадаешь попадаем тогда токсичный подбегать урона вычитай себя а давай у меня 15 у меня 17 а вот так делать не нужно я еще там такая нахстиния с размахом хочешь добить его 1 до да да у меня такой машина машина я машина сторонам ну у меня слушаю меня аж 17 у меня тоже 17 у и кассина из зала пень 16 машину бегать куда тебе доводится поднимать головой крутить на своих рогах касанию есть рога два урона получает и в этот момент видишь разбегаются большого подъемчика духота и прыгать от выгоногами собирается хватать но у меня слушали 16 он размахивает выдастся меня на прыг взял за ноги перехватываю размазывается остается только машину ну у меня 14 у меня на грани стала могу перекинуть у меня 16 1 урон давай после 2 урона у него один еще остается 20 сплевывает зубы себе на руки сжимают его зубы проступают здесь у тебя костюм ну чтобы убрать один урон сколько я и попасть не не буду как мужик выстоит пробиваете присуху спины ему атакует давай у меня 17 ну добивай пора я вправляю присуху обратно куском доспеха вот такая по челюхе так и происходит выбегая из комнаты через двери на восточной стене коридор ведет на восток доходит до перекрестка от него может повернуть либо на север или идти дальше на восток через несколько поворотов коридор заворачивает вправо и заканчивается можешь присесть спокойно берегусь потом возвращайся до перекрестка единосе север идет достаточно долго когда вдруг послышался треск за тобой падает тяжелая решетка которая закрывала поворот с легким сердцем идет женщина приближаясь перекрестку может или на запад или на восток запад или на восток назад и в сторону перекрестка можете на юг или на восток на юг приближайся до грёзд может быть на запад или на север на запад или на север иди к проходу а иди проходом по дороге можешь подкрепиться в порции съестного и на север потом верни на запад через несколько шагов окажешься перед дверями открой вот варвар когда он так сидит на скамейке с вытянутыми ногами и руками подбирает голову то не выглядит грозно тихо тихо похрапывает удар мечом по стену по стене вздрогнул он теперь заходи в комнату и укажи на дверь на западной стороне быстро открываете двери действительно под этих двери опасаясь западни не дотрагивайся до ключа засунь меч в рукоятку ключа и попробуй повернуть не получается да это так помнишь заклятия в старой книге нового гномов а может ты никогда не видел этой книги так или иначе но если ты знаешь заглядания то конец тебе брат попробуй еще раз самого начала а а сейчас твоя игра закончилась в следующий раз еще и старый гнобов если помнишь ну ладно я предлагаю как будто мы знаем вот ну ты читала в детстве старую книгу гномов ты думаешь а для нас нет сохранения вас сначала начинай не хочу это я по новой это читать не смогу это давай хорошо если помнишь скажи если сделаешь хоть одну ошибку то конец путешествия в этом случае его дальнейшее продолжение невозможно даже для такого настоящего сумчака как ты скажи двери сами открылись прибавь одну не ловкости 2 2 удачки ловкости 2 удачки выходи в коридор сразу поворачивай на юг вы мечтает твоя даже не сгорел да да можешь присесть и перекусить на из мешка съестных припасов одну порцию потом иди дальше двигаясь на юг где туннель снова поворачивает назад через 200 шагов увидишь перед собой вход в комнату ты уже знаешь что приближается конец тебе прохождение без страха уверенным шагом заходи в комнату вот ты уже там вот уже там и он тоже там стражник таинства молодой высокий одеты в плащ ярко-красного цвета с раскосыми глазами с черными волосами выпадающими из подкожной шапки если ты попробуешь с ним заговорить это один вариант ждешь его реакцию второй вариант и пробуешь напасть на него 3 симпатичный выкладывая на стол все золото какое есть предметы и вещи из заплечного мешка обещая ему свой заколдованный меч он не говорит ни слова он стал с богата убранного сиденья и расставил ноги все-таки сработал клавиат руку на руках мяча теперь твой ход будешь атаковать будешь атаковать . чем мечом сначала поищи посмотри вы себе другу можешь выбрать одно если выберешь молот гном удачи алмазную острогу удачи огненное ядро есть там еще был копье огненное ядро всегда было эффектным оружием против стражника очень удобная и быстро и она всегда возвращается назад в руку после каждого броска с этим оружием во время битвы у тебя образуются следующие выгоды можешь добавить два балла до числа выпавшего на кубиках при оценке сил атаки то есть я могу 2 до кинуть сверху кинул каждая атака наносит не 2 а 3 ра когда стражник получает рано бросай кубик если выпавшее число нечетное то как обычно 2 раны если выпало 2 и 4 отними от город если выпало 6 ранений нет еще раз я запишу что в таком случае у него плюс 10 ловкости и 16 здоровья говорит он и у меня всего лишь 15 я и можете дать кубика 6 22 одними одну рану то есть он получает 2 2 уровня не 3 ловит выдох и дать в руку а я сиделся говорил ну у меня 8 21 на 6 опять 2 опять 2 снова но курсом после 2 урона основа чуглор зубами трепли это все он меч и не доставал меч не надо 16 кидай к 6 3 ну снова тоже от 2 до 4 он ну хорошо да у него врезается твой снаряд какой интересный противник 20 20 я кидаю в него видимо уже просто в него обратно перебрасывать говорят на перекинь волейбол грейд 19 17 кидай к 6 я перекидываю из другого руки в него швыряю значит он привык уже один но сша один когда страны получают рану раз и кубик если выпавшие число нечетные если нечетные тогда как обычно получают раны есть 3 если выпало 2 и 4 отнимите она равна то есть на троечку на площадь урон получается у него было 11 здесь получается сколько выпало 1 да это нечетные было поэтому получать 3 снова да вот это 7 сейчас в том случае он прогладывает эту гранату обратно разустовывать меч достает меч видимо достает 17 как соус и нападает отказываешься тебя засыпает осколками царапай тебя по жопе на 2 урона 2 урона 17 он тебя хватает зашкилеры понимаешь или чат понятно 17 Да пошёл ты! Пошёл ты! Ты отлетаешь в сторону раньше. Я тратю счастье! А нет, у нас всё равно 2 новости. Но хотя... Попробуем! Давай. Попробуем потратить счастье. Тебе, блядь. Потратить счастье своё. Что-нибудь происходит. А у нас есть 3 урона. По-моему, да. Сейчас, подожди, я проверю. 300-344, если что, параграф. 344. 344. 344. Да, да. 3 урона получается. Тайоп! Хотела как лучше. Он как-то отскадёшься от снял, он подбегает к тебе, как футболисты, заправку. Ты шпина! Тебя поднимают воздух, высоко-высоко! У меня 15. В другой рынке. Восемнадцать. Ну давай бить. Он меня поднимает в воздух, я с воздухом вот такая. На, по темечку, блядь! Огни, нам с шаром покатись! Моё темечка оно ещё не взросло! Подожди, у меня один, он 3 урона получает. Точно. У меня 16. Ну бей! Он как, я тебе кно! Он так что, оооэ, че, печка в худаче замка в воздухе lif & ferry Temch! Ааааааааа, уааааааааааа! И как клиника по положу топу у chuyовки Science 2. Но раскидывайте дань куньте, которой Dia Armour улиц. Он ломает сверху, брус ऺ Да! Эпик 2 урона, давай! кусок 13 2 или 3 2 почему я только для 13 любить ты можешь подрать удачу одним ударом проблем или или что или у меня три а сколько у него 4 я хватает как я отскакивает голод опять-таки и понимаешь что с воздуха как-то лучше получается с воздуха в животину 1 но получается 3 у меня 14 я быстро приманиваю огненный шар обратно ко мне в руку ему раскручиваю несколько раз всем пощал и еще у нас уходят у него из спины склада перед тобой открыт закрытые у них есть от 2 2 замка если у тебя не меньше двух пронумерованных ключей айти можно открыть замки тогда если нет но все супер давая чисто чтобы интересно было как будто представим что у тебя это не я это уже не ты это уже твой дух вот этот вот так соус он открывает замок входи в узкий коридор он ведет к большому помещению входи в склад но в нем нет ничего только стол а на столе ящик обитый жестью и закрытый на три висяти замка можешь оторвать замки мечом или открыть их ключом если вы взяли что он у меня есть один то у меня был я одним попробуй открыть всякие замки ключами если у тебя нет хотя бы трех ключей то это будет чисто и закончилось и так близко до цели если есть три ключа то сложи записан записанные на них числа и получи сумму затем идешь к пункту номер которого равен получение полученной суммы если тебя больше чем три ключа бери любые три дела так как подписано я должна сумму на ключах сложить и перейти на страницу равную этим ключам это типа анти жулик но у нас ключи нет поэтому до 1000 обосновы навсегда остаешься за весь мечом что мечом а я уже не знаю какой то строительство а вот все я не найдусь печаль я подождила дайте справиться о страшных таинств и теперь вот двери слова перед тобой во узкий коридор мечом давай едва поднял меч к верху к верху как земля подошлась под ног и началось долгое падение в удачки прошло попробуй открыть и всяческие ключами в любом случае чего ну ты я не знаю нельзя открыть получите но тем не менее на этом твое путешествие об этом странному лабиринту польскому остался там бродить по темным лабиринта возможно станет угрей не чем-то подобным меню деда на камни скажи вам туда возможно станешь дедом да возможно станешь бабка я не знаю кем ты станешь но явно не победителем вы что это невозможно ну вот и все ты замужем теперь говорится все завершилось твое недолгое и безрадостное путешествие реально безрадостное угря убила погрю жалко ничего не получилось тем не менее ладно что выпало только получилось так получилось и нам судить как его звали сейчас скажу я я языка цесельский возможно может приключить ненормально на перевод я так но нехорошо что было в этом ящике что все на этом были первые странные захода закончился в лабиринты мая прошли хрен с ним и на этом как бы и все у меня какие-то кольцевые загогулины носа ну смотри лабиринт даже блудился на фиг на себе ну я пыталась но на действительность это не претендует естественно ладно в общем чё давай можешь высказаться а потом сказать слово прощания слово благодарность яцку и пойдем что могу сказать немного странное приключение честно говоря как будто ходишь бродишь эти 10 тысяч миллиардов ходов перекрестков на запад на восток на север на юг очень много выборов которые не зависят по сути от тебя было бы прикольно если ты мог вернуться то есть ты записывал рисовал всю эту карту лабиринта чтобы иметь возможность вернуться назад а ты получается доходишь до какой-то точки не можешь вернуться обратно и игра заканчивается но не совсем логично как по мне вот поэтому лабиринт конечно абсосный ну конечно абсосный ну я старался выбрала что выбрала огри был хороший вот ранее огрия стоит играть ту игру вот ради всего остального я не знаю всего святого посмотрите чем закончилась эта игра у кого-нибудь ты ее прошел если такие люди вообще имеются если кто-то вообще проходил временам что-то не очень везет на книги игры раньше было лучше наше время все мороженое было вкуснее и трава не дрова ленина вот но с в подчином меня с первым суши первым линком кок-кок-кок-кок к нам-да кок-кок-кок-кок лик вам пан все крест с ним с ядском с лабиринтом совсем если в прошлый раз на другое вот земли алмуды блины они были приходилось читать часами а дарья посидел смотрел на меня в этот раз не приходилось читать писать читать не часами на этот перевод перевод стран короче я не стану забыть все всем спасибо кстати все не буду не был тоже спасибо как обычно на youtube вы знаете что нам надо что нам от вас надо ну конечно вы приходили к нам отвечу конечно чтобы нам ставили лайки комментарии желательно да ну а пока все всем спасибо все свободны берегите себя свои мечи свои запасы золото и остерегать светочек мышей нам увидимся на следующий